Доброго времени суток! В эфире очередной выпуск военно-аналитического проекта «Полигон» на канале CBC. Наш сегодняшний выпуск особенный, ведь сегодня наша съемочная группа отправится вместе с вами на выставочный центр «Баку Экспо-центр», где с 24 по 27 сентября этого года проходила 5-я юбилейная международная выставка «АДЭКС», крупнейшее в своем роде мероприятие Южного Кавказа, посвященное тематике военной промышленности и оборонных технологий. Начиная с 2014 года, проводящаяся раз в два года выставка «АДЭКС» по праву считается самым крупным и самым крутым событием региона в области оборонной промышленности. За 10 лет успешной деятельности выставка объединила многочисленные компании, представляющие более 50 стран мира и около 200 официальных делегаций. За эти годы выставку посетили более 30 тысяч гостей. Пятая по счету международная военная выставка «АДЭКС-2024» в Баку стала крупнейшим экспо регионального значения и дополнительной площадкой для презентации новейшей продукции внутренней безопасности. И в этот раз мы хотели бы не просто рассказать о представленной продукции в плане таргетированных предложений для закупок или рассмотреть достижения местного ВПК. Нам важно проанализировать, каким производители видят Азербайджан после впечатляющих достижений на поле боя, после яркой победы над сепаратизмом на собственной территории. Для проекта «Полигон», творческий коллектив которого постоянно следит за тенденциями региональных выставок военного сектора, «АДЭКС» стал ярким показателем трендов в направлении развития оборонных потребностей Азербайджана в плане диверсификации или даже оптимизации военных расходов и переформатирования собственных вооруженных сил. Ведь решающим фактором успеха армии является не только новейшее вооружение, но и умение им грамотно пользоваться. Глобальная проблема снабжения армии, о которой трезвонят практически все мировые СМИ, уже как бы и не новость. Практически ни один современный военный конфликт не комментирует в ином русле, как в вопросе поставок боеприпасов и модернизации бронетехники под реалии боевых действий. Именно поэтому Азербайджан еще задолго до начала освобождения своих территорий освоил локальное производство широкой номенклатуры собственных боеприпасов и начал модернизацию парка бронетехники. Но сейчас эта архиважная деятельность уже постепенно выходит за пределы Министерства оборонной промышленности страны. Особый интерес нашей съемочной группы на выставке «Адекс-2024» привлекали местные производители. В данный момент мы находимся на стенде Сумгаицкого технологического парка «СТП». В данный момент «СТП» находится на стадии приемки новых технологий оборонного назначения, которые, скажем так, находятся в стадии тестирования. Вот справа от меня вы видите ракету 122 мм, которая предназначена для ракетных систем залпового огня «Град». Эта ракета, кстати, обладает повышенной дальностью действия. Одной из актуальных тем для всей оборонной промышленности Азербайджана и для Сумгаицкого технологического парка в частности, является работа с западными технологиями. И сегодня на этом стенде мы увидели определенные образцы, свидетельствующие об этом. А именно, речь идет о снарядах так называемого НАТОвского калибра, который вы в данный момент видите – 155 мм. В ходе боевых действий в рамках 44-дневной войны 2020 года в распоряжение вооруженных сил Азербайджана попало большое количество трофейной армянской бронетехники и артиллерии различного типа и назначения, большая часть которых находится во вполне боеспособном состоянии. Их ремонт, модернизация, продление срока службы представляют актуальный интерес для наших вооруженных сил. В данный момент сразу несколько местных производителей занимаются трансфером зарубежных технологий, которые позволят увеличить эффективность захваченных трофеев, а также имеющиеся на балансе силовых ведомств техники. На открытых павильонах выставки наше внимание привлек основной боевой танк Т-72, однако весь интерес не в самом танке, а в тех системах динамической защиты, которую вы видите на этом танке, а также позади меня вы можете заметить, что башню танка защищает противокумулятивная защита. Все это весьма актуально в условиях современного динамического боя, учитывая опыт современных конфликтов, которые в том числе и происходят в данный момент. Танки все еще остаются ударной силой сухопутных войск во многих армиях мира, однако они все более и более становятся на поле боя не только охотниками, но и целью. Соответственно, возникает необходимость защищать как саму бронетехнику, так и личный состав. Одной из ключевых концептуальных задач в развитии оборонного сектора страны в последние годы является усвоение опыта 44-дневной войны 2020 года и проведение нашими вооруженными силами в последующие годы успешных антитеррористических операций. И важнейшим элементом этого опыта являются мероприятия по совершенствованию материально-технического оснащения средствами ведения боя, которые не только позволяют осуществлять огневую поддержку в любое время суток и при любой погоде, но при этом еще и универсальны, неприхотливы в использовании и обслуживании. Средства, способные минимизировать потери личного состава на местах несения миссий по обеспечению безопасности. И в очередной раз мы не смогли пройти мимо местных предприятий. В данный момент мы находимся на стенде компании МИРАС, которая представляет Министерство обороны Азербайджана. И мой собеседник, инженер-разработчик, расскажет нам про этот интересный боевой модуль. Наш модуль оснащен танковым пулеметом ПКТ. Значит, для стабилизации огня усовершенствованный дольный тормоз. Также включена система перезарядки оружия. То есть один раз нам нужно всего лишь зарядить пулемет. После этого при любой задержке пулемета перезарядка производится тоже с дистанционного пульта управления. Как интересно. Кроме того, для того, чтобы уменьшить вообще присутствие человека, мы оснастили его барабаном большой емкости на 600 патронов. Обнаружение камеры производится до 3 километров. Обнаружение целей. Возможности прицела позволяют нам вести прицельный огонь до 1500 метров. Судя по катушке, которую я вижу, этим боевым модулем можно управлять дистанционно с большого расстояния. Катушка обеспечивает удаление пульта управления от модуля на 200 метров. Но у нас имеется возможность заменить катушку на оптиковолоконную связь. Но дистанцию можно увеличить на километры. В основном на современных модулях используют вес для стабилизации. То есть, чем больше веса на боевых модулях, тем они стабильнее на стрельбе. Для этой системы абсолютно не нужен вес. Нужен только удержание оружия. Потому что основную функцию удержания и стабилизации огня выполняет дульный тормоз. С помощью дульного тормоза удержание оружия на линии огня осуществляется автоматически. Конечно же, в рамках АДЭКС мы не могли бы обойти вниманием и такую важную отрасль, как оказание срочной медицинской помощи и безопасная эвакуация раненых из зоны ведения боевых действий. Ведь оборонное экспо – это в первую очередь о спасении и защите их безопасности, а не о войне и смерти, как может показаться с первого взгляда. Как показал опыт 44-дневной войны, в условиях современного динамичного боя особую важность приобретают легко бронированные, но мобильные автомобили вот такого вот рода. В особенности, если речь идет о санитарно-медицинской службе и эвакуации раненых с поля боя. Именно поэтому этот автомобиль «Кобра-2» турецкой компании «Отокар» привлек наше внимание. Я думаю, этот персонаж многим из вас известен. А почему данный стенд привлек наше внимание? Дело в том, что это стенд турецкой компании «Фора Групп». И в очередной раз на выставках «Адекс» мы видим турецких производителей военно-медицинской продукции. В продукции военно-санитарного назначения речь идет о первой помощи в условиях боя, о военно-полевой медицине. Как известно, первая помощь раненым в условиях боя, она играет очень важную роль для минимизации посель личного состава. Еще одним важным элементом функционирования современных силовых структур является универсальное продовольственное обеспечение, которое незаслуженно обходится вниманием медиа. Тем временем, именно правильная организация питания является залогом бесперебойной и эффективной службы личного состава. Сильная армия – это в первую очередь сытая армия. Сытый солдат, хороший солдат. Чем питается солдат вооруженных сил Азербайджана? В данный момент мы находимся на стенде компании «Азерсун», которая вот уже долгие годы обеспечивает вооруженные силы Азербайджана и силовые ведомства в целом сухпайками, индивидуальными рационами питания. За последние годы, в особенности в те годы, которые прошли после 44-дневной войны 2020 года, компания «Азерсун» приняла во внимание те замечания, предложения, которые исходили из вооруженных сил Азербайджана. И то, что мы сегодня видим на этом стенде, это результат вот этого взаимодействия между представителями вооруженных сил и разработчиками, поставщиками компании «Азерсун». И эта работа в данный момент ведется в направлении обогащения не только самого рациона, но также того, чтобы сделать его разнообразным. Как известно, если речь идет о питании, и, конечно же, в том числе о питании бойца, солдата вооруженных сил и вообще представителя силовых ведомств, то помимо баланса между углеводами, белками и жирами, важно также разнообразие еды. В зависимости от предпочтений тех или иных силовых структур или родовооруженных сил, состав индивидуального рациона питания бойца может меняться. И, естественно, это также нужно отметить, как и все предыдущие годы, в особом поле внимания как компании «Азерсун», так и представителей Министерства обороны и других силовых ведомств, которые взаимодействуют с этой компанией, находится вопрос того, что в индивидуальном рационе питания наших бойцов всегда должен быть особо выражен национальный элемент, потому что азербайджанская кухня – она лучшая в мире. Одним из главных событий, приуроченных ко времени проведения выставки «Адекс-2024», стала специальная демонстрация для главы Азербайджана, поставленных нашей стране новейших истребителей JF-17 «Блок-3 Тандор» совместного производства Пакистана и китайской корпорации «Чэнгду». Обсуждения данной сделки между Азербайджаном и Пакистаном шли не один год, и военно-экспертное сообщество обеих стран с радостью встретило новость. Эти многофункциональные и многоцелевые истребители предназначены для выполнения широкого спектра боевых задач, о чем свидетельствует продемонстрированная на показе номенклатура боевого оснащения и вооружений. При этом военно-воздушные силы Азербайджана являются отнюдь не первым покупателем JF-17 «Блок-3 Тандор». Помимо самого Пакистана, эти истребители уже находятся на боевом дежурстве ВВС Нигерии, Ирака и Ньяммы. Вопрос обновления авиапарка ВВС Азербайджана и перехода на новую систему авионики уже давно стоит в центре внимания военного командования, и определенные действия в этом направлении предпринимались уже до 44-дневной войны 2020 года. Прибытие JF-17 «Блок-3 Тандор» однозначно становится началом новой вехи в развитии наших военно-воздушных сил. Говоря о Пакистане, мы, конечно же, не могли обойти вниманием выставочные павильоны братской страны. Быть может, представленное на них уже не так актуально, особенно после завершения нашей священной миссии по освобождению собственных территорий от оккупации. Но если задуматься, оборонные технологии, поставляемые от надежного союзника, это не просто залог успеха, но и выверенная формула безопасности. Само собой, мы не могли обойти вниманием стенд братской нам страны. Речь идет о Пакистане. И на этой выставке Пакистан представил довольно широкий ассортимент продукции своего военно-промышленного комплекса. В качестве примеров можно привести противотанковые ракетные комплексы, оперативно-тактические ракетные комплексы «Фатах», системы динамичной защиты для танков и другой бронетехники, беспилотные летательные аппараты, стрелковое оружие, переносные зенитно-ракетные комплексы, оптические системы различного назначения и прочее, прочее. Зиндабад, Пакистан. Ну и, конечно же, мы считаем необходимым затронуть тему меняющихся глобальных тенденций, отраженных на Адекс. Из года в год площадки выставки занимают все больше производителей со всего мира, которые пытаются воспользоваться прекрасной возможностью представить свою продукцию на уже сформировавшемся рынке вооружений. В секторе, который уже продемонстрировал всему миру грамотное и выборочное использование современных военных технологий на поле боя, продемонстрировал реальную важность уменьшения сопутствующих потерь при выполнении поставленных задач и является образцом для многих стран, где все еще ведутся боевые действия. В данный момент мы находимся на стенде китайской компании «Норинко». Хотелось бы особо отметить, что нынешняя выставка «Адекс-2024» отличается обильным, я бы сказал, богатым присутствием представителей китайского военно-промышленного комплекса. И это очень важно, потому что Китай на данный момент является третьим в мире экспортером вооружений и систем оборонного назначения. И на этой выставке китайский ВПК представлен широким ассортиментом продукции. От беспилотных летательных аппаратов до бронетехники, например, некоторые образцы вы видите в данный момент передо мной, от военной экипировки до систем радиоэлектронной борьбы и радаров. Это впечатляет. В завершении обзора международного военного экспо «Адекс-2024» мы бы хотели вернуться к самому важному. Мины и неразорвавшиеся боеприпасы все еще представляют собой горькую реальность любого современного конфликта, даже если боевые действия давно прекращены. Данная проблема продолжает оставаться головной болью как военных, так и гражданских гуманитарных структур, занятых постконфликтом в восстановлении не только во всем мире, но и в Азербайджане. Начиная с сентябрьской войны 2020 года и дальнейших антитеррористических мероприятий на деоккупированных азербайджанских территориях ведутся безостановочные работы по разминированию и очистке земли от смертельных сюрпризов, оставленных оккупационным контингентом вооруженных сил Армении. Локализация производства современной специальной техники, применяемой для разминирования, является важной темой, которая еще долгое время не будет терять своей актуальности. Особенно если учитывать, что производящиеся в Азербайджане экземпляры оборудования для дистанционного разминирования уже поставляются в виде гуманитарной поддержки за рубеж, например, в Украину. Мобильные дистанционные системы разминирования несут особую важность по итогам 44-дневной войны 2020 года, в ходе которой были освобождены оккупированные азербайджанские территории. Как известно, процесс разминирования на этих территориях все еще продолжается. И эти системы, которые вы в данный момент видите в кадре, производятся в Азербайджане, что не только вносит весомый вклад в скорость разминирования и в безопасность личного состава, занятого в этом процессе, но также, естественно, и в развитие местной экономики. В завершение этого особенного выпуска хотелось бы выразить отдельную благодарность всем организаторам выставки. Выставка проходит уже в пятый раз, и с каждым годом она все масштабнее и интереснее. И тем не менее, проведение такого рода международных мероприятий это тяжелый и ответственный труд. Это было все на сегодня. Взаимодействуйте с нашей редакцией в социальных сетях и на канале CBC в YouTube. Ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь. Ваше мнение важно для нас. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok